Знай свой край Баумкухен Как немецкая выпечка появилась во Владивостоке? Сегодня только большие окна-витрины первого этажа девятого дома на Светланской напоминают, что более ста лет назад здесь располагалась венская кондитерская. Ее основатель, Рудольф Пригода, слыл не только мастером сладкого дела, но еще и талантливым коммерсантом. Так что вскоре слава о венских изысках разлетелась по всей области. Заказы на конфеты, мармелад, пастилу, пряники, шоколадные елочные украшения, раковины и даже сахарный макет первой Владивостокской электростанции с кондитерскими украшениями шли даже из Хабаровска. И как только конкурентам показалось, что творческий потенциал чеха наконец-то иссяк, кондитер сделал очередной ход конем. И в 1913-м, в канун Святой Пасхи, представил на обозрение публики новый шедевр. Традиционный берлинский баункухен. Внешне слоеный пирог напоминал спил дерева с годовыми кольцами. Такого кулинарного изыска не пробовали даже местные гурманы. Бисквит шоколадного пирога оказался настолько нежным, что буквально таял во рту. Оригинальную новинку раскупили в тот же день. И впоследствии эта немецкая рождественская выпечка стала одним из хитов продаж. Вот так, благодаря находчивости и креативности чешского кондитера, в дореволюционном Владивостоке появилась сладкая частичка западного мира. Знай свой край. Проект реализуется при поддержке губернатора Приморского края. Проект реализуется при поддержке губернатора Приморского края.